Добрый день, уважаемые посетители информационного портала Уллправда.ру. Это программа «100 вопросов» и сегодня мы в гостях у ректора Ульяновского государственного университета Бориса Костишко. Борис Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными. Готовы? Да. Какой вуз заканчивал ректор УЛГУ? МГУ. Факультет? Физический. Расскажите, как вы оказались в Ульяновске? Я закончил аспирантуру, в это время в Ульяновске был филиал Московского госуниверситета и профессор Орлов меня сюда пригласил. У меня было несколько предложений, но в Академию наук, но там без квартиры, а в Ульяновске обещали квартиру дать. Я с семьей сюда перебрался, не жалею. Дали квартиру? Да. Борис Михайлович, с недавних пор УЛГУ – опорный вуз. Расскажите тем, кто не знает, что это такое. Что это такое? Опорный – это значит, название даже есть. Это главный университет региона. А да, это какой был главный? Ну, мы считаем, что мы, но остальные считают, что они. Так что теперь определилось уже на законодательном уровне. Долгое время муссировалась информация о том, что УЛГУ и педагогический университет объединят. Скажите, поставлена ли точка в этом вопросе? Ну, видимо, точка тут никогда не может поставлена, потому что все течет, все меняется. Но, в принципе, пока никто про объединение не говорит. И, наверное, это и не нужно. В общем-то, наоборот, сейчас идет разговор, что в стране слишком много закрыли или там объединили, присоединили педагогических университетов. И надо сохранить то, что осталось. Так что, тем более, наш педагогический университет хороший. Замечательный. Борис Михайлович, в этом году университету 30 лет. Скажите, какая-то активность предусмотрена особенная? Да, у нас будет целая... У нас есть программа, будет огромное количество мероприятий спортивных, культмассовых, иностранные студенты. Будет много концертов и будет торжественный галоконцерт. Вот, наверное, что-то типа того, что было когда 25 лет. Если вы помните, мой симфонический оркестр на большой сцене. Там, ну, красиво было. Я думаю, будет еще лучше. Через два месяца, Борис Михайлович, выпускники школ задумываются, куда им поступать. Точнее, они уже приняли, наверное, решение. Скажите, какие факультеты были наиболее популярны в прошлом году? Да, в общем-то, ничего особенного не меняется. То есть, юристы, экономисты, гуманитарии, медики побольше стало желающих поступать на информационные технологии, слава богу. И есть такие направления модные, как инноватика, управление качеством, техносферная безопасность, нефтегазовое дело. Они модные, но они востребованные? Да. А в России вообще, вот знаете, например, где нефть и газ, там всегда хорошие зарплаты. А у информационщиков, у нас, мы занимаем 18 место по стране, средняя зарплата выпускников айтишников нашего университета 73 тысячи рублей, кто работает в отрасли. Борис Михайлович, опираетесь ли вы на потребности предприятий? Конечно, а для кого мы иначе готовим? Как происходит? У нас больше 300 договоров с предприятиями, организациями. Мы же классический университет, мы же не только на предприятиях работаем. У нас и банковская сфера, и юридические направления, и культура, искусство, что только нет. Медицина очень сильно развита. У нас есть договора, у нас утверждены и согласованные программы, по которым мы обучаем. Поэтому у нас обязательно обучают, преподают сотрудники предприятий, организаций. И у нас 33 базовых кафедры. То есть это присутствует университет на базе предприятия. Сколько стоит год обучения очника в Ульяновском университете? Очень по-разному. Вы знаете, я сразу отсылаю к нашему сайту, потому что стоимость зависит от специальности, от направления подготовки. Самая дорогая специальность? Для иностранцев 180 тысяч рублей. Это лечебное дело на английском языке. Расскажите, как обстоят дела с обменом студентов. Сколько наших студентов уезжает в год за границу? И какие самые популярные направления? Не очень много уезжает, потому что надо очень хорошо сдавать язык. То есть у нас есть российско-американские и российско-германские факультеты. Соответственно, 4 университета партнерских в Америке. Надо сдать хорошо TOEFL и поехать туда. Проблема в чем? Языка. Они сразу начинают зарабатывать. Они ассистент-оу-профессор. Проверяют контрольные. Если вы язык не знаете, вы, естественно, не проверите. Российско-германские ДАД надо сдать. Тоже тест на язык. У нас много ездят в Китай. У нас ездят сейчас в Чехию. Мы преподаем чешский язык. А в Чехии очень интересная система до сих пор действует. Если вы знаете чешский язык, то учите бесплатно в университете. Они считают, что они таким образом... Они правильно считают. Они привязывают к своей культуре, к своим информационным платформам, инженерным платформам. Ну, молодцы очень. Возвращаются ли наши студенты на родину? Возвращаются у меня немного. А хотя в последнее время, вы знаете, появились интересные очень ситуации. Вот в прошлом году у нас парнишка поехал в Америку и просто в шоке был. Он впервые в общежитии американском увидел клопа. Маме послал селфочку с клопом. Представляете? Мама в шоке. Наши же все думают, что Америка – это земля обетованная. Вот видите, вот она не такая. Мы тут даже порой и лучше живем. Но возвращается все-таки не очень много. Сколько настрадцев у нас? Сейчас около тысячи человек. Это где-то половина... Чуть меньше теперь, чем СНГ. Меньше половины. Остальные – это Израиль и Индия. Они уезжают на родину после обучения? Да, конечно. А куда они денутся-то? Скажите, насколько популярна, Валерий Михайлович, магистратура после бакалавриата? Ну, вообще, бакалавриат – ведь до сих пор не очень понятная форма обучения. Для людей с СССРовским прошлым, для руководителей предприятий – это... Ну, кто в СССР был студент, который закончил четыре курса? Неудачник. Да, это незаконченное высшее образование называлось. Недоучка. Теперь четыре года. Ну, конечно, там сейчас по-другому все. И программы, и госы такие, чтобы можно было действительно сказать, что это инженер или, скажем так, это эксплуатационщик. Не ученый. Это не руководитель. Это человек, скорее, вот в такой сфере исполнительской. Магистратура, ну, многим воспринимается как специалитет. Вот то, что было раньше, шесть лет получается, вполне прилично. Раньше специалитет был пять, пять с половиной, шесть лет. И магистратура уже позволяет говорить о том, что мы выпустили ученого и выпустили руководителя. Поэтому, естественно, магистратура. Все ли идут после четырех лет? Нет, но те, кто хочет действительно достичь успеха в жизни, идут, конечно, в магистратуру. В процентном соотношении? У нас не очень много, у нас 12% пока магистратура. Но у нас есть ординатура, у нас есть, ну, была интернатура, и есть аспирантура. То есть, супер по 20%. Вот как обстоят дела с аспирантурой, Борис Михайлович? К сожалению, все меньше и меньше желающих идти в аспирантуру, все меньше и меньше бюджетных мест. С чем вы это связываете? Желание, нежелание? Желание, нежелание. Ну, вот, знаете, я могу сказать, что если лет 15 назад ребята, которые в Волго-Днепре обучались, они брали как раз в основном смехматов с нашего аспиранта. Вот это были загублены аспиранты, потому что у них зарплата не зависела от того, есть степень или нет. Мозги нормальные, ребята активные, все. Сейчас, к сожалению, практически в этих предприятиях так. Никто не смотрит, есть ли научная степень. То есть, есть кандидаты наук, доценты, есть ли у него какие-то заслуги перед наукой. Главное то, как он работает на предприятии. В результате тратить дополнительные силы и время на то, чтобы учиться в аспирантуре, это же очень тяжело и долго. Защищать диссертацию, это тоже очень много времени отнимает и сил, становится это просто необязательным и ненужным. И скорее, ну так, романтики остались в аспирантуре. Либо, да, либо естественники, у которых эта зарплата потом серьезно зависит от ученых. Серьезно зависит от того, а аспиранты они кандидаты наук или доктора. Борис Михайлович, такой вопрос. Я слышала мнение, что университету невыгодно содержать преподавателей с высокими научными степенями. Что им нужно платить надбавки, более высокие зарплаты. Это так? Нет, абсолютно не так. Во-первых, это скорее всего может иметь место в негосударственных филиалах, негосударственных университетах. Для государственного вуза, у нас вот сейчас, мы должны обеспечить 200% зарплату в среднем по экономике. Поэтому нам наоборот выгоднее, как раз, чтобы у нас были доктора и кандидаты наук, профессора и доценты. Это приводит, к сожалению, к другому выверту. То есть то, что у нас становится все меньше и меньше неостепененных, у них перспективы в этой ситуации практически отсутствуют. Но минус почему? Нам все равно нужны люди неостепененные, чтобы они росли дальше. Все-таки надо смену поколений, никто же не отменял. Люди стареют. Неостепененные стремятся идти в преподавание? Знаете, это тоже, скажем так, это очень интересная тема. Многие ведь идут потому, что просто нравится преподавать. Вот, ну как, кому нравится быть артистом? Ведь преподавательский труд точно такой же. Вы же выходите на сцену каждый раз. Это само по себе интересно. А потом, в принципе, зарплата неплохая, как вы понимаете, 200%. Какова зарплата преподавателя? Ну, сейчас в среднем получается около 45 тысяч. 48 даже. Ну, еще раз, чтобы понятно было. Понятно, что это очень по-разному. Доктор получает больше, завкафедры больше, кандидат поменьше, там неостепененные еще меньше, понятное дело. Есть люди, которые, если они в науке, они получают, ну вот за декабрь у нас было несколько товарищей, которые получили 1200% в среднем по экономике Ульяновской области. То есть есть возможности? Конечно. Мы участвуем во многих мегагрантах. Там очень большие деньги, в том числе и зарплатные, и на развитие науки, и, значит, базы материальной, их исследований. И ребята зарабатывают очень много. Это, с другой стороны, кстати, минус. Они уходят из преподавания, они уходят из административной работы, потому что там, ну, действительно, зарплаты... Куда уходят? Вот науку уходят. Научно-исследовательский у нас технологический институт им не копится. В основном там работают. А часто звучат заупокойные комментарии, что в научно-исследовательских институтах остались одни дедули? Нет, вот как раз, вот я вам как раз сказал, ничего подобного. Нет, дедули должны быть, понимаете, без метров. Вот еще. Молодежь не идет, говорят сейчас. Нет, молодежь идет, потому что если они видят перед собой своих преподавателей, которые зарабатывают в десятки раз больше, чем обычный преподаватель, то, естественно, они понимают, что там их перспектива неплохая. Другой разговор, понимаете, в чем дело? Это как в, наверное, тех же самых артистов. Там никто не понимает вначале, быть ли вы успешны или нет. Вот есть у вас талант или нет? Ну, везение еще, конечно, не так может сильно, как у артистов, но наличие таланта, это уже потом определяется, уже как бы в процессе. И не обязательно, что вы будете много зарабатывать. Вот айтишники, очень большие зарплаты, но не факт, что вы хороший айтишник. И что вы сможете в этой профессии хорошо существовать. А так, еще раз хочу сказать, молодых там много. Метров тоже хватает, потому что без них науки не бывает и не будет никогда. Вот когда в нашем государстве говорят молодые ученые, все время почему-то забывают про их научных руководителей. А без своих пап и мам от науки, молодой ученый, никто. И звать его никак. Он ничего сделать не сможет. Этого не бывает вообще. Борис Михайлович, есть такие прогнозы, что через 30 лет те профессии, которые актуальны сегодня, исчезнут. Какие позиции останутся за классическим образованием? Вот смотрите, сейчас проблема какая? Мы принимаем на те специальности, которых может не быть, уже когда молодой человек будет выпускаться из университета. То есть через 5-6 лет он может выйти, а этого направления в экономике вообще не будет. Поэтому считается, что классические вузы здесь имеют очень большие преимущества. Потому что вот мы следуем за МГУ, как Садович Виктор Анатольевич говорит. Мы учим учиться. Да, в некоторых направлениях мы на базовых кафедрах даем некий конкретный... Понятно, он учится своей профессии, которой потом придет работать и зарабатывать себе зарплату на жизнь. Но главное это то, чтобы он мог учиться постоянно. Потому что сейчас парадигма образования такая. Образование через всю жизнь. То есть вы постоянно должны учиться. Вы учитесь сейчас? А я ученый, поэтому я всегда учусь. Понимаете, я не говорю, что это второе, третье высшее образование. Это скорее коллекционеры уже такие странные. Но учиться можно... Я по повышению квалификации прохожу в год 2-3 раза. Расскажите о новых факультетах или направлениях университета за последние годы. Вы знаете, тут ведь обратная сейчас ситуация. Как и в большинстве университетов, у нас абитуриентов становится меньше. У нас по сравнению с седьмым годом в 2,5 раза выпускников школ стало меньше. Сейчас мы находимся как раз в яме. Вот внизу демографической ямы. В 2018 году чуть-чуть побольше абитуриентов, чем в 2017, но это еще пока не выход. А не связываете ли вы это с тем, что абитуриенты уезжают в другие городки? И уезжают тоже. ЕГЭ позволяет поступать куда угодно. Если раньше в этом деле, конечно, была проблема, то сейчас вы можете поступить куда угодно. Вот там даже такой тезис был в свое время. Мальчик из деревни может поступить куда хочет. Он не совсем справедливый, потому что мальчик в деревне не так хорошо. Почему уезжают из Ульяновска, Борис Михайлович? Зарплаты поменьше. Желание может быть такое... Знаете, как... Ну, в доме же никогда не бывает, в своем отечестве не бывает. Всегда хочется посмотреть. Знаете, как это? Там хорошо, где нас нет. Поэтому хочется, наверное, мир посмотреть. Я вам могу сказать, что вот наши сейчас, когда уезжают за рубеж, вот особенно в Америку, вот я даже не про клопов, значит, потом, знаете, какие отзывы? А у нас-то интереснее, у нас-то лучше. Там понятие свободы, это в том, что вы никому не нужны. У вас ни друзей, ни знакомых. Борис Михайлович, у вас взрослые сын и дочь, они какие вузы заканчивали? Здесь. Мы с женой закончили физфак МГУ, мы хотели, чтобы он туда поехал. Мы его туда свозили, там, показали, он что-то не захотел. Он физик, сейчас эсперантуру заканчивает, готовится, защитит диссертацию. Дочка закончила наш медфак. Вот она сразу хотела, именно у нас университет, потому что она на медфак ходила, смотрела, что там и как. Сейчас в ординатуре, первый год ординатуры. Борис Михайлович, сколько бюджетных мест в этом году по сравнению с прошлым? Если с СПО, то порядка полутора тысяч. У нас эта цифра не особо меняется из года в год. Единственное, происходит перераспределение. Гуманитарные юристы, экономисты меньше получают, медики, естественники получают больше бюджетных мест. Есть ли какие-то привилегии для талантливых детей? Да, конечно. Во-первых, есть понятие портфолио. То есть, если вы побеждали в олимпиадах, если вы побеждали в конкурсах, значит, профессиональные конкурсы, если вы в спорте талантливые, если вы получили золотой значок ГТО, если вы, что там еще-то, господи, волонтером были, то все это добавляет вам до 20 баллов. 20 баллов, это довольно много на фоне, там, ну скажем, максимум 30, 300. Но это максимум. Три экзамена по 100 баллов, это, конечно, фантастика. Вы уже упомянули фамилию Садовничева, который, будучи ректором МГУ, против ЕГЭ. Как относитесь к единому государственному экзамену вы? Вы знаете, я всегда говорил, что для меня ЕГЭ это скорее такой туман. Дымовая завеса. Потому что, ну, экзамен, он и есть экзамен. Вот какая, по большому счету, вам разница, как проводить экзамен? Тесты это, устный экзамен, письменный экзамен, это всего лишь форма отчетности. Это не принципиально. Но, почему Виктор Анатольевич против, и почему многие, вот и сейчас, как бы, не очень хорошо относятся к ЕГЭ. Потому что, сама система школьная, она, ну, люди, как рыбы, ищут где глубже и лучше. Поэтому, сама школа пошла по наименьшему, по пути наименьшему сопротивлению. Система приспособилась. Приспособилась к тому, что надо готовить вот конкретным предметам, по конкретным темам, и все остальное просто забыли. в результате приходят школьники, приходят абитуриенты, которые, в общем-то, предмет не знают. Они натасканы, как собачки Павлова. И, если чуть влево, чуть вправо, если даешь комплексную задачу, они просто тупик встают. Потому что, у них не связываются эти факты в голове. Борис Михайлович, вы вообще довольны подготовленностью абитуриентов? Я так думаю спросить. Вы знаете, у нас в прошлом году был совет ректоров, на котором наш министр присутствовал. Ольга Юрьевна Васильевна показал, мы-то все время ахаем, что у нас математика плохо, физика за этим упала, ну, с химией проблемы, хоть и меньше, с биологией проблемы. Она показала ролик, в Москве просто подходили к жителям города и задавали вопросы из истории. Ну, там, типа, вот, когда революция была, вот, октябрьская, Ленин какой партии руководил. Ну, вот из таких. Вы знаете, удивительно, но чем более гуманитарные специальности заканчивали или учатся люди, у которых спрашивали, тем хуже они знают историю. То есть, вот, даже у гуманитариев очень серьезный кризис. Еще раз, это вот связано с тем, что школа не очень хорошо готовит комплексные предметы. И я вам даже больше скажу, вот, у нас есть центр доводского образования, и мы, естественно, принимаем на разного формы подготовки к университету. Так вот, сейчас практически не пользуются спросом. В мое время самая массовая форма, это когда вы не очень много платили, но занимались группой. Сейчас практически все занимаются индивидуально с репетиторами. Это плохо? Это плохо. Это означает, нет, для студента, для абитуриента это хорошо, потому что он получает максимально хорошие возможные знания, но это плохо с точки зрения системы. Это означает, что школьники, выпускники абсолютно в школе не готовят, родители понимают, что школа не готовит к университету. Я не говорю к ЕГЭ, к университету. Приходится нанимать индивидуальных преподавателей, и это плохо. Раньше хватало того, чтобы вы пришли с группой, ну так, посмотрели по темам, какие-то задачки порешали. Я про свои там, да, я тоже на такие курсы ходил. Задачки порешали, ну так определились, какие темы вам надо подтянуть, вот это вот хватало. А сейчас надо прямо вот целенаправленно человека по всем темам, причем индивидуально, потому что в группе это невозможно сделать, в принципе, потому что очень разный уровень подготовки. Борис Михайлович, в условиях засилия гаджетов читают ли студенты книги? Читают, но, знаете как, фигню всякую, если честно, хотелось бы, чтобы все-таки побольше классической литературы, но тут уж у меня, когда дети маленькие были, я все время удивлялся, они помнят, они какие-то манги читали, да, они помнят в 374-й серии какой дьявол, что там сделал, и если ты этого не знаешь в классе, то ты изгой. Они вынуждены были все это знать, вот эту вот энергию бы в мирных целях и на получение знать. А откуда вы знаете, что не очень хорошую литературу читают студенты? А просто, ну, извиняюсь, да, конечно, то, что я считаю хорошей, может быть, и не является такой, но раньше мы с своим приятелем, когда мы учились в МГУ, мы определили, что если бы погибли все библиотеки, то мы вдвоем могли бы восстановить пикник на обочине, просто по памяти. Сейчас я иногда спрашиваю у группы, я преподаю на Мехмате, я спрашиваю студентов своих, там человек 70 сидит, я спрашиваю, вот Струганских вы вообще читали? Никого. Вот, просто. А что сейчас читает ректор Ульяновского государственного университета? Я больше всего читаю фэнтези. Вот сейчас какого-то мне сын сбросил книжку про Пападанца. Это целый раздел, когда кто-то переселяется там самого себя. Сбросили, то есть вы не бумажные книжки читаете? Нет, я уже лет 15 не читаю в бумажном формате вообще ничего, кроме вот, может, документов. Я вообще удивляюсь, когда даже молодые ребята, вот, когда с ними общаешься, я понимаю, это эссеровские вот люди, да, а когда молодые говорят, я вот только привык вот к такому, я это вообще не понимаю, потому что, ну, вот у меня, больше того, я даже привычен, вот у меня здесь 50 фильмов, например, с собой, если я куда-то еду, я в наушники включил, если читать не хочу, я хотя бы что-то смотрю или слушаю. Кем вы мечтали быть в детстве, Борис Михайлович? Не знаю, наверное, космонавтом. Я в детстве третьего этажа упал. Я все время говорю, что после этого я решил стать физиком. Да? Кстати, в одном из интервью вы сказали, что если абитуриент не знает, куда поступать, пусть идет учиться на физика. Вы до сих пор считаете так? Ну, если ему не противна математика, если он более-менее понимает, что такое математика, то ему можно идти изучать физику. Просто потому, что физика это все, кроме собирания марок. Это Бор говорит. А девочкам? Ну да, тут проблемы, конечно, побольше. Ну, девочкам... Нет, я знаю, я учился у профессора МГУ, моя научная руководительница была, Гусева Мальвина Борисовна. Я до сих пор ее обожаю, потрясающая женщина, она сейчас жива, здравствует. Я, кстати, пошел, потому что она очень красивая была женщина, и сейчас красивая. Но, вот, я могу сказать, что в большинстве женщин, физики и математики, если они что-то достигли, то они уже не женщины, как правило. Потому что, ну, понимаете, ну, женщины все-таки есть семья, много времени уходит на какие-то вещи, которые не связаны с работой. А достигнуть успехов в этих дисциплинах можно, если вы просто в них по уши. Например, я могу сказать, моя шефиня, вот, Гусева Мальвина Борисовна, она даже готовить пельмени не умеет. Так что, я, что она ела, думаю, наверное, дети готовили просто. Борис Михайлович, опорного вуза, совсем немного свободного времени. Но если оно есть, как вы его предпочитаете проводить? Читать. А отпуск? Отпуск. Ну, отпуск по-разному, зависит от наличия денег. Если деньги есть, то куда-нибудь еду отдыхать. Куда-нибудь, это другая страна или другой город? Другая страна, как правило. Какая у вас любимая страна? Шри-Ланка. И недорого, и все время 28-29. Море очень хорошее, море красивое, люди приветливые, попрошаек нет, вот эта буддистская специфика, очень красивые храмы. Потрясающе. Я в Шри-Ланку влюблен. Хотя, если говорить, я больше всего из городов, я люблю Прагу. Потому что для меня Прага это город, который любит всех. Можно в пижаме, в тапочках выйти в город, и он тебя примет. Вены не примет, в принципе. А Ульяновск вы любите? Очень, да. Я бы и не жил здесь, вообще говоря, если бы не любил. Мне Ульяновск очень нравится. Я, знаете, я все больше и больше убеждаюсь, что я, если приезжать, например, Саратов, Ростов, Пензово, попробуйте. Улицы какие-то кривые, вот это все такое узкое, вот понимаете, как-то в плечах жмет. Вот как-то вот не тот город. Вот чувствую, что он не твой. После Ульяновска наш лучше. Реально. Борис Михайлович, скажите, пожалуйста, с чем вы могли бы обратиться к абитуриентам, чтобы их жизнь стала лучше? Ваше пожелание. Ну, во-первых, учиться. Этот возраст как раз для учебы. Если вы сейчас профукаете эти возможности, то более в взрослом возрасте у вас такой возможности не будет. Только небольшая, вот скажем так, когорта людей, которых можно назвать учеными, они учатся всю жизнь. Большинство людей где-то к 30 годам уже такую возможность теряют. Ну, они там что-то такое могут навыков набраться, но хорошей платформы, хорошего обучения уже не получается. И развивать себе деловые качества. потому что... Как? Участвовать в соревнованиях, участвовать в олимпиадах, всегда стараться идти до конца, никогда не говорить, ой, я не пойду, просто я же проиграю. Ну, что ж там? Зачем в олимпиаде участвовать, если я плохо подготовлен? Даже если вы плохо подготовлены, вы лучше узнаете, где вам надо догнать, чем больше заниматься. Если... Вот еще... Вот где-то года три назад мы девизом университета выбрали такую старинную китайскую мудрость. Учитель только открывает дверь, а войти ты должен сам. Обучение это большая и очень сложная работа. И она зависит от характера. Если у человека бойцовский характер, то научиться будет хорошо и потом устроиться хорошо в профессии. Людей, которые, ну, скажем так, ну, скажем так, маменькин сынок, как правило, ни в одной профессии не приживется. Это маловероятно. Ну, что ж, дорогие абитуриенты, выпускники, школьники, принимайте к сведению. Борис Михайлович, вам огромное спасибо за интересные и полезные ответы на мои вопросы. Это была программа «Сто вопросов». Мы были в гостях у ректора Ульяновского государственного университета Бориса Михайловича Костишко. Смотрите нас на улправда.ру Борис Михайловича Костишко.